Зачем им эти невзрачные птицы, чтобы выпустить на свободу? Чтобы завтра на заре первого дня Лаосского Нового года совершить доброе дело. Мужчины, женщины, дети, каждый проводит взглядом свою птицу, устремится она навстречу солнцу, скроется в джунглях или опустится тут же на кровлю, в новогоднее утро любой знак судьбы Лаосец примет с легким сердцем. Субтитры создавал DimaTorzok По Лаосскому календарю Новый год наступает в апреле. В эту пору наливаются соками плоды манго, но уже не достает влаги арбузом, вянет виноград, чернеют бананы. Земля измучена долгим сухим сезоном. Воздух раскален до 40 градусов. Люди, звери, птицы, деревья, травы просят воды. Они воспрянут с первыми каплями дождя. Это и будет Новый год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Завтра Лаосы украсят дома. Воскурят благовония. Подзадоривая пока еще безоблачное небо, будут на улицах щедро обливать друг друга водой. Через день или недели позже из-за гор надвинутся тучи, и еще через месяц разольется Великий Меконг. Водовороты закружатся в двух шагах от асфальта набережной. Сейчас пустынная она заполнится людьми. Они подставят ладони и лица под теплые струи дождя, и каждый будет думать, что вовсе не из вечным законам, а ему подчинилось небо. В предновогоднее утро едва взошло солнце, мы с оператором тихо, чтобы не разбудить портье, вышли из гостиницы Лан Санг. Я люблю города в ранние часы, когда с безлюдных улиц убирают вчерашний ссор. Свежесть в воздухе, свежесть в только что проснувшихся людях. Видишь то, что днем заслоняется толпой, тонет в мельтешне. Вот площадь, которая лет сорок назад была во Вьентьяне главной. Здесь обитали французские колониальные власти. Немного воображения, и можешь представить себе лакированные автомобили, эпалеты офицеров, парижские наряды дам. Мирок, отгородившийся не столько кольцом этих зданий, сколько властью и воскомерием. Впрочем, во Вьентьяне тогда было не 200 тысяч, как нынче, а только 30 тысяч жителей. Еще несколько шагов вглубь истории. Буддийская ступа. Ею накрыт то ли след Будды, то ли волос, упавший с его головы. Конечно, не все верят этому, но сколько очарование в легендах о вездесущем добром Будде. Тат-Луанг, самый большой и наиболее почитаемый вьентьянский храм. Все здесь окутано вечным сном. Только на страже эти странные чудища. Говорят, у них нет аналогии в скульптуре соседних стран. Это чисто лаоский символ. Отзвук исторического противоворства лаоских и сиамских племен. Оскал сердит и отфугивающий, но не кровожадный. В 5 утра мы заметили первых прохожих на площади. Началось движение за оградами пагод. Я смутно представляю, Духовный склад буддийских монахов бонз. И немного боюсь их, как бы не обидеть своим мирской грубостью, нелепым вопросом. Но помню и совет, вычетанный у Николая Рериха. Не придавайте значение пассивному, созерцательному началу буддизма. В нирвану жрец погружается на мгновение, а жизнь его в действии. Народная власть в лаосе придерживается такой же точки зрения. Бонзы, их около 12 тысяч, просвещают народ и побуждают его к полезным делам. И все же наши мерки неприложимы к их образу жизни. В тот утренний час бонзы собирались завтракать. Это значило, что сейчас они разбредутся по городу, заглядывая в случайно приглянувшиеся дома. Повсюду с радостью им уделят еду. Почему? Да ведь чем больше добрых поступков, тем счастливее люди. С бонзами было интересно, но проще, увереннее я почувствовал себя, вернувшись в мир, где стояли дома 20 века, и с афиши в Янтианского кинотеатра улыбалась Татьяна Доронина. Близилось начало делового дня в советском посольстве. Наша страна давно дружит с Лаосом. Мы вместе работаем над проектами освоения природных ресурсов Лаоса, строим дороги, промышленные предприятия, газхозы. А здесь помещается Верховное народное собрание, располагающее высшей властью в Лаосской народно-демократической республике, провозглашенной в декабре 1975 года. Я с интересом заглянул в лаосские учреждения. Аппарат по управлению народным государством, развивающейся экономикой, только формируется, еще не хватает опытных работников. Но не забывайте, что такие вот управленческие центры созданы в стране, где нет и полутора тысяч километров асфальтированных шоссе, вовсе нет железных дорог. И девять десяток населения крестьяне зачастую ведущие натуральное хозяйство. За порогом канцелярии торговые ряды, и там за прилавками не продавцы, а купцы. По традиции шелками торгуют индусы, прочими тканями – пакистанцы, галантереи – таиландские гости, ювелиры – вьетнамцы и китайцы. К полутора полудню ритм жизни ощутимо замедляется. Мы тоже почувствовали, что нет больше сил ходить, стоять, разговаривать под этим всеобжигающим солнцем. С завистью смотрели на зонтики Бонс, нашли, наконец, тень под триумфальной аркой. Там, сидя с открытыми глазами, спал китаец. Что-то противоестественное было в его угурюмой неподвижности. Мы бы и забыли об этом человеке. Да в тот же день к вечеру на фанерной фабрике увидели такую вот сцену. Зачем работницам знать, как обращаться с пистолетом? А затем, что фабрику надо охранять? Китай давит на Лаос, Китай засылает диверсантов. Не проходит дня, чтобы где-нибудь в Авгентяне или в провинции не грохнул пистолетный или оружейный выстрел. Работницы нам удивлялись. Зачем снимаем их с инструктором? Разве не интереснее процесс превращения фанеру в бесценного тикового дерева, которое и в Лаосе-то становится редкостью? Зачем снимаем их с инструктором? Мне вспомнился недавний документ, в котором наша страна призвала мир оградить Лаос от посягательств Китая. Про Лаосов там сказано. Народ, никогда никому не причинивший зла. А ведь над ним чинили насилие французы, японцы, американцы. Вторгшись в Индокитай, Соединенные Штаты пообещали вбомбить Лаос в каменный век и сбросили на него 3 миллиона тонн бомб. Землю поливали дифлянтами, уничтожая растительность. Спасаясь от налетов, четвертая часть населения Лаоса оказалась в положении беженцев. И при всем том лаосский народ сумел сохранить свое извечное добродушие. Война кончилась 5 лет назад, но только в этом году завершится восстановление народного хозяйства. Вот бывшие партизаны, подпольщики, активисты Народно-революционной партии. Последнее собрание в уходящем году. Ничто не должно нас пугать, говорит секретарь. Будем делать то, что считаем нужным, жить так, как хотим. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛИЦИИ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛИЦИИ Между тем, до начала праздника оставались считанные часы. В Офинтиане продолжалась работа только на одном предприятии, самым нужным в тропиках, незаменимым. И мне опять послышалось, как все кругом просят воды, воды. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛИЦИИ ПИ-МАЙ ПИ-МАЙ Рокотала на утро толпа во внутреннем дворе Татлуанга. Новый год, Новый год. Следуя старому поверью, люди смывали друг с друга грехи. Вода очищает, вода несет жизнь. Покорно подставляли головы министры, депутаты, мэру Хинтьяну. В тишине главный Бонзо прикрыл лицо изображением солнца, я понял, что Новый год наступил. Но, вопреки нашим представлениям, его первый день еще не настал. В Лаосском календаре между Старым и Новым годом значатся переходные сутки. Без месяца, без числа. Странно. Однако тут есть своя логика. Первый день уже должен быть днем творения. А промежуточный ни к чему не обязывает. День бесшабашного, веселья и озорства. День бесшабашного, веселья и озорства. День бесшабашного, веселья и озорства. Оказывается, не так-то это уж плохо в сорокоградусную жару промокнуть до нитки. Минут через десять одежда высыхает, и ты сам уже с надеждой ждешь, что кто-нибудь опять проворкует у тебя за спиной. Пеймай, пеймай. Я с удовольствием вспоминал потом эти минуты, когда оказался в адской духотек горного плато в километрах в сорока севернее Вьентьяна. Через какое же пекло должны там пройти люди, чтобы добыть воду, утолить жажду, напоить землю? Ни ветерка, ни малейшего движения воздуха, жар солнца, горячее дыхание машин, раскаленная пыль. КОНЕЦ 250 человек третий год сооружают там водоем, в котором в сезон дождей будет накапливаться 275 миллионов кубометров воды. Это самая большая стройка Лаоса. Воду подадут на рисовые поля. С десяти тысяч гектаров рассчитывают снимать по два урожая в год. Каждый сбор должен приносить не менее 35 центнеров риса с гектара. И нет у руководства страны сейчас более важной цели, чем эта. Но пока воду здесь отмеряют не миллионами кубометров, и даже не сотнями. В Новый год на этой стройке каждому выдали палитру, чтобы под радостные возгласы «Пи, май, пи, май» слегка окропить товарищей. Не было лимита на расход воды, кажется, только у бродобрея. Не думал я прежде, что человека может вознести на седьмое небо прохладная струя самой обыкновенной воды. На наших глазах знаменитого фентьянского артиста раскачали под рев оркестры и попросту бросили в чан с водой. Разве иначе смоешь грехи человека чрезмерно жизнелюбивого? В Афинтьяне не накрывали роскошных новогодних столов, не удивляли гостей чем-то необыкновенным. Их приваживали непринужденностью, бесхитростным весельем. КОНЕЦ КОНЕЦ И третье утро встретили мы возле ступы Тат-Луанга. То апрельское утро, которое в лаосском календаре соответствует нашему первому января. Существует обычай. На расцвете этого дня раз в год бонзы не должны блуждать по дорогам в поисках пищи. Добрые люди приносят завтрак в пагоду. КОНЕЦ Кусочек рыбы, чашку риса, лепешку, плод манго. Может быть, за этим и кроется какое-то древнее мистическое поверье, но сегодня не в нем суть. Милосердием люди очищают себя. КОНЕЦ Делают это скромно, не хваляясь друг перед другом щедростью даров. Почему-то мужчины вручали свои подаяния отдельно от женщин. Жрецы в некотором возбуждении ждали трапезы. Они из-под тяжка бросали лукавые взгляды, словно подтверждая давнее наблюдение Ромэн Ролана. Духовидец, который, как вам кажется, погружен в созерцание, на самом деле с улыбкой наблюдает трагикомедию мира и ничего не упускает из этой комедии в стадействиях. Главный Бонзо сказал несколько слов о единении людей, не абстрактном, а самым, что ни на есть, житейском, без которого не было бы такого понятия, как лаосский народ, потому что 3,5 миллиона людей, образующих его, представляют свыше 50 народностей и племен. Лао, Кхму, Мео, Яо, всех не перечислил. С просветленными лицами, искренне желая, чтобы сбылись надежды каждого, они повязывали друг другу баси. Эти ниточки нельзя снимать, когда они сами собой истлеют, через несколько недель или месяцев исполнится пожелание. Суеверие, скорее, народные обычаи. Я вспомнил услышанное от товарища Кейсона Фомвихана, генерального сервитаря Народно-революционной партии Лаоса. Мы сбережем все красивые обычаи народа. Басе на тоненьком запястье мальчика, которому отроду три недели. Его крестили в Новый год. Субтитры создавал DimaTorzok Это происходило в просторном доме на окраине Вгентияна, съезжала сродня. Во дворе женщины стряпали праздничный обед. Субтитры создавал DimaTorzok А в комнатах второго этажа почтенный старец произносил какие-то вещи и слова, напутствовал младенцу на долгую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Мне было неловко спрашивать, какие обычаи и приметы связаны с тем или иным ритуалом, почему каждому надо коснуться этого блюда, что символизируют ленты. Но то, что все эти люди, деды, бабки, братья, тетки, племянники Новорожденного вместе с родителями берут ребенка под свою опеку, это я понимал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok